Дмитрий, добрый день! Приветствую! Начать наше сегодняшнее интервью хотелось бы с обсуждения актуальных событий. Ситуация в мире сейчас весьма нестабильная. Теракт в Санкт-Петербурге, серия взрывов в Египте и, наверное, самое последнее, это обстрел Сирии военными силами США. Скажите, как по-вашему может ли привести такая череда событий, вернее, как она может повлиять на цены на нефть? Да, может ли привести, лучше не говорить, а то к такому может привести. Ну, влияет уже небольшой подъем, мы видели, собственно говоря, до технически хорошего значимого уровня, такой средний диапазон консолидации, зимний, средняя линия этого диапазона. В принципе, дальше нужно, наверное, что-то более серьезное для пробоя. Может быть, запасы, да, сегодня данные, завтра данные. Недоговоренность с ОПЕК, в принципе, тоже. Тут есть теперь хорошая поддержка информационная. Ну, сейчас все будет мусориться. Скорее, более вероятно, просто боковое движение вот здесь. с каким-то интервалом порядка доллара. Поэтому я думаю, что на сильно текущий момент, в общем, эта поездка не исчерпана. С точки зрения тренда. То есть, дальше просто вот такое поддержание волатильного боковика. Как вообще, по-вашему, нынешняя ситуация в мире влияет на российский фондовый рынок? Какие акции, вероятно, будут в плюсе, какие в минусы в ближайшее время? Хороший вопрос. Я думаю, что в ближайшее время все акции будут в минусы или в плюсе. Опять же, боковик. Вообще говоря, настроение медвежье и по Амерам, и по нам. Не глубоко медвежье. Но по России, вот при, опять же, неблагоприятном сценарии, с переговорами, с эскалацией напряженность, мы можем, я думаю, 1800 по МВБ вполне увидеть. Увидим, не увидим, дальше это. То есть, мы здесь абсолютно заложники, и тут экономика никак не влияет, естественно. С точки зрения идей, да, не там, где плюсы и минусы, а вот с точки зрения того, что вроде бы как не очень страшно сейчас покупать, то, наверное, это такие фишки, как там. Ну, Газпром, прежде всего, да. 125 уже почти щупали, но вот 120-125 – это очень хорошая зона для покупки. Но апсайт маленький. Апсайт 20%. Так, если надежный, да, более-менее понятный апсайт, максимум 25%. Дальше это уже зона, так сказать, не очень изведанная за последние пять лет. Другие бумаги, там, Мосбиржа, даже Сбер, да, но это не дивидендные. А так, из дивидендных, Алроса, плюс еще ставка на девальвацию в ней тоже имеет право быть. Алроса, Мосбиржа, ФСК, Росгидро, вполне бумаги ГЭХовские сейчас подпродали. В принципе, Мосэнерго может хорошо отскочить, особенно если по дивидендам у них будет, например, тоже порядка 35% чистой прибыли, как по прошлому году получалось, по большинству бумаг. Там, может быть, тоже подъем хороший. То есть, мы, по крайней мере, видели, что они активно гуляют. Та же самая Алроса, практически 5% вниз-вверх. А что насчет привилегированных акций? Не знаю, не очень я что-то сейчас люблю их, потому что не так интересно. Ну, что там у нас из таких осталось? Там Транснефть, Сургут, Татка, Башнефть, очень прикольная, потенциально в три раза может вырасти, там в два, как минимум, а может упасть. И тут, опять же, мы заложники непредсказуемых решений совершенно по распределению внутрегрупповых потоков. Поэтому, ну, вот сейчас пройдет там полгода, взяли да выкупили и все. Сделали оферты по текущей и до свидания. Поэтому, опять же, через промежуточную механику все это можем будет сделать. Так что, не знаю, по префам особо каких-то там Россети тоже. Здесь более интересно, то есть там, где есть потенциалы роста, там есть интересные идеи в обычке, потому что бумаги более недооцененные большинство. Там, Сургут, ставка на девальвацию, ну, не знаю, мне кажется, что, опять же, более, может, интересно, Алроса. Как такая квази-защита от девальвации. Поэтому, наверное, так. Особо интересов к префам сейчас нет. Как, по-вашему, поведут себя акции, в том числе и такие относительно устойчивые, как мы уже говорили, там, Алроса, после принятия решения по дивидендам госкомпаний? Ну, вот тут вопрос, какой оно будет, да, потому что Интерау уже, да, вроде как решила, соответственно, что там у Шувалы обсуждали, обсуждали, если это обсуждалось и вот такое решение, значит, что, может быть, у всех будет 25 по МСФО. В принципе, это неплохо, да, но, скорее всего, будет опять схема, что каждый случай разбираем отдельно. Это риски того, что, опять же, мы будем узнавать все по факту, и где-то, может быть, и будет ралли, где-то нет. В любом случае, такие майки, как там ФСК, да, Русгидро, ну, Россети, понятно, в принципе, да, они дешевы. Россети, опять, учитывая, там, игру с переоценкой основных средств, они опять начали стоить, там, меньше 20% от СЧА. Ну, то есть, это абсурд. Они начинали вот свое ралли, там, от оценки, там, 0.15, по-моему, даже меньше было, 0.11, чуть ли не. Ну, вот они, с учетом того, что активы подорожали, сами они выросли, там, в 2,5 раза по текущим ценам, если смотреть, ну, вот опять где-то этот журнень. То есть, стратегически все понятно, тактически на этот год ничего не понятно. Поэтому эта ставка, ну, некая такая вот полу-казино, где более-менее понятно, там обсайды очень ограничены. Вот опять же, там, Газпром, Алрос, ну, Аэрофлот, да, хороший пример. По идее, нефть недорогая, может еще падать. Рубль, корритрейт, не корритрейт, неважно, там, будет укрепляться дополнительно ему плюс. В принципе, трафик вот сейчас и ожидаемая погода плюс 15%. Пожалуйста, покупайте. Ну, посмотреть на график страшно становится, да, по мультипликаторам тоже на уровне, в общем, мировых. Хозяйки в доходность больше 10%. Алроса то же самое, там, ну, там, даже Мосбиржа. Вообще, в принципе, бумаг от 6 до 9% много надежных сравнительно. Опять же, там, вся энергетика государственной сети, то есть, фейс-каверов сети, да, попадают спокойно, если будет 25% норма выплат, ну, ФСК, очевидная идея. Будет 50, там, будет супер-ралли в сетях. Ну, это, это гадание такое, то есть, они у тебя либо есть в партии, либо, либо ты консервативный. Будет пара рубль-доллар, будет ли укрепляться рубль, и чем это может быть чревато, скажем так, для нашей экономики? Ну, вообще, непонятно. Вот, реальный корритрейт, который, вот, как бы, виден, как корритрейт, по крайней мере, с точки зрения бандов, он, вот, был виден прошлую неделю, и все. Действительно. Покупки были, казалось бы, ничем не мотивированные. Сейчас он приостановился, но и падений это нет. То есть, как раз характерная для корритрейта ситуация. То есть, если он есть, ну, и, опять же, вот, ничто не ухудшается, да, не встает, да, рубль может постепенно двигаться, ну, 55-54, ниже, только на фоне растущей нефти. Но, я говорю, факторы нефти и вся эта геополитика, они абсолютно непредсказуемые. Ну, технически, да, технически нефть должна быть в районе 60, то есть, наш прогноз, он есть, можно посмотреть. Я думаю, и сейчас, я думаю, что нефть должна быть в районе 60. Просто слишком разноплановые словесные интервенции разных регуляторов, там, посмотрите, ЦБ внизу, Минфин, Минэк на самом верху, да, при том, что он еще снизил свой таргет на самом деле, и все равно он на 15 с лишним процентов выше, чем текущий. При этом и те, и те исходят из одного прогноза по нефти, существенно ниже текущего, да, но у них разные, соответственно, временные горизонты, разные ориентиры, и плюс ЦБ еще таргетирует ожидания по инфляции, а не текущую инфляцию, да, которые, ну, никак не могут упасть до 4%, если два ключевых министерства прогнозируют девальвацию 15%. То есть это вообще нерешаемая задача. Поэтому, в принципе, вот я думаю, что может вот это вот, так сказать, ощущение перекупленности рубля быть очень долгим. Поэтому любой внешний фактор, любой стиль, внутренний, неважно, любой фактор неожиданный может привести к шпилькам на курсе. Попытки, ну, с точки зрения техники, видны, попытки развернуть доллар. А что касается санкций, насколько сильно они могут повлиять и вообще нынешняя ситуация с Америкой? Я не думаю, что санкции какие-то могут, вся вот эта вот стрельба, там, это все похоже на такой красивый ответ просто, вот, поэтому я не думаю, что сейчас, по крайней мере, вот с точки зрения, там, переживать, не переживать, я, нет, я спокойно. Когда особенно, более-менее, стало понятно, что там, ну, в рамках наших возможностей, да, понятно, что там было, это абсолютно такая жест, да, и дальше, значит, начинаем говорить серьезно. Ничего такого сейчас не должно быть, на мой взгляд, поэтому и санкции, ну, могут, могут быть очередные там списки и не публичные компании. Публичных может коснуться, ну, опять же, в каких-то таких вот моментах, которые никак не, ну, что могут сделать там, вот, по Алросе были у меня опасения, что, ну, сейчас там, скажем, государственно аффилировано, да еще там смена руководства, да, соответственно, оно может под угрозой оказаться тоже санкции, могут быть продажи. Ну, в принципе, да, могут быть, ну, что, запретят Алросе продавать алмазы, что ли? Ну, это что должно случиться? Я чуть не очень понимаю, что должно произойти. Поэтому, я, нет, сейчас, более-менее, с этой точки зрения, успокоен. Ну, экономику не обвалят, в общем-то. Нет, 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 какие-то санкции, которые, там, отключение свифтов, там, вот эти вот все, там, запретить покупать нефть, например, казалось бы, да, ну, что еще? То есть, иранский такой сценарий, более-менее уже серьезный, я не вижу сейчас предпосылок для него. Ну, какой вообще вариант? На ближайший год. А, на ближайший год только. Да. Какой вообще, по-вашему, вариант развития событий в плане нашей экономической политики был бы самым благоприятным для России? И будет ли, возможно, какие-то коррективы, будут ли внесены скоро выборы, как-никак? Выборы, как-никак, да. А, собственно, поэтому не будет никакого вектора до выборов, и основной вектор до выборов, чтобы все было более-менее. А дальше основной... Вспомнил про качество госуправления и корпоративные, про корпоративные практики и госуправления. Но, в принципе, да, так и должно быть. Должно быть, как только будет понятная программа, среднесрочная, грубо говоря, на 5 лет, да, озвученная всеми министерствами и утверждена на правительстве. И вот она будет там из неких ключевых пунктов. Тогда можно будет говорить о том, что ситуация становится более благоприятной. Пока оно все-таки такое краткосрочное управление, подруливание. Но это, опять же, это очень плохо, это все неправильно, и такое реагирование ситуативное. Это все ужасно, да. Но оно во всем мире, посмотрите, что происходит. Поэтому можно сделать сейчас и 5-летний бюджет, и политику налоговую сверстать, и монетарную, и кредитную, и чего угодно. Но это будет, скорее всего, придется перекручивать, и даже, может, уже в следующем году. Следующий год вообще по рискам, на мой взгляд, такой, может быть, неблагоприятный. Точка бифуркации, некрасивое слово, даже глупое. Но мы же аналитики, нам можно. Поэтому на следующий год вот это может все дело пройтись. А в принципе, что там, должно быть понятное взаимоотношение государства к условиям, к среде для бизнеса. То ли оно просто не ухудшает, то ли оно начинает регулировать отдельно каждую отрасль, то ли это некое более масштабное регулирование, и внутри отрасли делать, что хотите. То есть, какое, ну, даже в нефтянке, да, когда фактически рубится, рубится даунстрим, в значительной мере. Ну, вот сейчас Лукойл продает АЗС, ну, это же следствие. Ну, это было понятно, было понятно еще, когда только обсуждали налоговое маяло. Ну, значит, это устраивает, да. Соответственно, ну, в принципе, тоже нормально, потому что бизнес понимает, что надо к этому готовиться. Но некий упор на какую-то, понимаете, какая проблема, да. У нас и так есть упор на и малый, и средний бизнес, только и на внедрение инноваций. Все это формально есть, механизмы не очень хорошо работающие. Можно сказать, что это отсутствие конкуренции, да, и там охота за госденьгами, потому что половина грантов разворовывается или еще что-то, кредиты трансформируются в доли, предприятие банкротится, государство распочиняется в убыток. Все это может быть так на самом деле, но не так много, где вот есть успешных примеров, когда вот все внедряется, быстро летит и все круто. Потому что в рамках отдельных там кластеров или регионов, или там точек каких-то, у нас тоже есть примеры большого успеха, там в Татарии, Башкирии и в Москве есть. Точно так же просто они по деньгам очень небольшие. Но вот в Штатах же тоже там не все штаты инновационные, там есть несколько, Сачусетс, Калифорния. Вопрос, надо создать такие условия, которые будут стимулировать внедрение. И, к сожалению, это можно сделать только в рамках, ну, нынешней модели основной, англо-американской, правовой прежде всего. Там возникает тоже довольно много разных специфических рисков, поэтому вот про инновации тут, наверное, немножечко приходится забывать, к сожалению. Потому что либо ты их должен туда внедрять глобально, либо ты даришь их туда. А дальше просто снижение уровня коррупции, ну, или, по крайней мере, создание условий, да, для того, чтобы, ну, вот как предлагают, там, наркотики легализовать, тогда можно будет, ну, по крайней мере, да, если не снизить число наркоманов, убрать это из тени и как-то, по крайней мере, понимать, что происходит. Ну, может быть, здесь то же самое сделать с коррупцией, я имею в виду. Ну, разрешить его чиновникам, чтобы они не воровали поскорее, неважно, как положили асфальт, и быстро увеличить вот эти деньги. Ну, пускай будет его фирма. Ну, тогда и спрос пускай будет с него. Ну, не знаю, может, для России такую модель делать. Просто чтобы, ну, да, украл батюшку, ну, сделал же, сделал. А так, когда украл и не сделал, ну, это вообще уже беда. Есть ли какие-то… Нет, это личное оценочное суждение. Позитивные проекты, успешно начавшиеся, так сказать, которые стоит продолжать и которые могут обойти вот те самые риски, про которые мы говорили в нашей модели? Успешно начавшиеся проекты… Да нет, у нас все проекты, вот, за окном посмотрите, вон, краны крутятся, что-то строится. Все успешные проекты, потому что раньше тут было страшно, что тут было. Сейчас тут все-таки в бизнес-центрах, какой-никакой. Поэтому, в принципе, проектов успешных очень много. Вопрос в том, чтобы они… Правильно реализовывались? Ну, чтобы они продолжали реализовываться, чтобы они больше вовлекали в себя некий внутренний ресурс, людской, прежде всего. И оставляли как можно больше товарно-денежных отношений, завязанных на эти проекты, подвязывали внутренних, соседних игроков. Вот здесь, внутри страны, внутри города, внутри агломерации, какого угодно размера. Тогда все хорошо, там все будет работать. Вот и все. То есть, чем больше у вас цепочек взаимодействия, тем лучше. И на основе этих цепочек потом кросс-продажи строить. На самом деле, у нас у многих очень проблемы с тем, что нет культуры маркетинга. В хорошем плане, не втюхивание по-быстрому, а вот маркетинга. Когда создается что-то, если это считается конечным продуктом, это не очень хорошо. Когда создается что-то, пускай даже не супер-купер, но вокруг этого накручивается целая индустрия от фан-клубов до предметов первой необходимости. Вот это бизнес, который работает широко и увлекает себя кучу всего. Вот так оно работает. Вот чему надо учиться у американцев, прежде всего. И напоследок хотелось задать вопрос, который тоже довольно часто интересует как раз-таки людскую массу. Как дела обстоят с недвижимостью и выгодно ли сейчас покупать? Не знаю, честно скажу, да. Так по общению с коллегами, в принципе, сейчас, наверное, можно говорить о том, что рублевое дно, оно вот здесь. Более того, наверное, оно даже уже было. Но опять же, мы исходим из того, что в России не отключается SWIFT, и не запрещают продавать нефть, потому что тогда это все бессмыслится. Хотя тоже, да, что будет тогда с рублем. То есть, тут такой вопрос очень специфический. Но, в принципе, с точки зрения как инвестиций, да, всегда можно какие-то объекты найти, которые будут интересными. С точки зрения, вот в целом, там, рентные ставки, конечно, ничего хорошего нет, но и доходность лучше купить у ФЗ, да. По крайней мере, у вас сохраняется полностью ликвидность, и при нынешней инфляции, тем более, вы просто в шоколаде во всех смыслах слова. С точки зрения, там, более-менее такого среднесрочного будущего, ну, если на самом деле учитываешь, что недвижимость – это непросто, купил, сдал в аренду в черную, и все хорошо. А если туда ремонты, если то, что тебе, там, купил, заплатил, продавать будешь, тоже заплатишь, если могут соседи настучать, и, соответственно, да, если ремонт придется делать после КЖ, то получается гораздо хуже, чем у ФЗ, в большинстве случаев, опять же. И поэтому, как инвестиция, я не думаю, что это сейчас интересно, если говорить о российской недвижимости. Не думаю. Спасибо за интересное и информативное интервью. До новых встреч. Спасибо. Надеюсь, что полезное что-то было, да. Андрею привет отдельный. Почему-то он сидит в том месте, где сейчас вы сидите у монитора, и он отказывается выходить вот в свет. Андрей, может, выйдешь все-таки, нет? Нет, он говорит, что нет, не хочет. Дорогие друзья, всем счастливо. Ждем ваших отзывов и комментариев об этом интервью.